Парламент Таджикистана сегодня принял государственный бюджет на следующий 2016 год. Главную смету страны депутатом представил министр финансов Абдусалом Курбаньон. Ответственные за бюджет чиновники поспешили заявить, что в условиях влияния мирового экономического кризиса выполнить параметры бюджета будет сложно, но вроде бы будет легче, чем в этом году. Общий объем госбюджета на следующий год заложен в размере 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Это почти на 20% больше, чем в этом году. Тут бы населению и правительству вздохнуть с облегчением, но министр финансов безжалостно заметил, что для реализации такого увеличенного бюджета нужно будет как минимум полмиллиарда долларов грантов и кредитов. Но даже после этого останутся еще 500 миллионов долларов дефицита, который где-то нужно будет взять. Как оказалось, такой дефицитный бюджет взялся в том числе из-за того, что выплаты по уже имеющимся долгам увеличатся и составят 110 миллионов долларов. Еще несколько миллионов долларов будут направлены на строительство Национального театра Таджикистана, который, как оказалось, станет самым большим в Центральной Азии. В расходной части госбюджета также запланировано выделение почти 460 миллионов долларов на сферу образования, почти 200 миллионов на здравоохранение, почти полумиллиарда долларов на пенсии, пособие и социальную поддержку населения и всего 18 миллионов долларов на поддержку предпринимательства. Насколько эффективно в условиях дефицитного бюджета выделять средства на строительство мегатеатров и почти не давать денег на развитие малого бизнеса? Кто даст необходимые 500 миллионов долларов кредитов и где еще возьмут такую же сумму, чтобы покрыть дефицит? Экономическое обозрение от эксперта по Таджикистану. Экономическое обозрение от эксперта по Таджикистане, я думаю, что эффективность существующей в Республике на производстве ресурсов потенциала. И насколько в следующем году будет, наверное, введение новых крупных заводов и фабрик, и несколько мини-ареи, мини-предприятий в Таджикистане, я думаю, что эти расчеты имеют на территории финансов. И, думаю, наверное, исходя из оповещения цен на продукты. Поддерживающий министра, глава парламентского комитета по экономике и финансов, отметил, что ВВП Республики в будущем году запланирован в объеме 8 миллиардов 675 миллионов долларов. Уровень инфляции 7%, курс национальной валюты к доллару США 6,96 самани за доллар, а дефицит бюджета всего лишь 0,5% от общего объема ВВП. Насколько велика вероятность, что курс самани к доллару и инфляция удержатся на прогнозируемых уровнях? При том, что даже более развитые соседи закладывают в бюджет гораздо более негативные прогнозы. Это нормативный уровень, так что для Таджикистана мы обычно планируем где-то на уровне 6-7%, а фактически ежегодно получается где-то на 9-10%. Ну, естественно, показатели, влияющие на инфляцию, вы, наверное, знаете, какие показатели будут. Но, по крайней мере, мы думаем, что стабилизация экономики России и курс валюты тоже повлияет на развитие экономики Таджикистана. Поэтому, вот, исходя из российского курса, наверное, мы остановились на 7%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok